В конце лета канцлер Ангела Меркель распахнула двери в Германию для сирийских беженцев. Тогда в Берлине перестали придерживаться Дублинского соглашения, согласно которому заявление о получении убежища должно подаваться в стране въезда в Евросоюз. Беженцы смогли беспрепятственно попадать через балканские страны и Австрию в Германию. Я скажу просто, Германия сильная страна. Наш подход должен быть таким. Мы многого достигли. Мы справимся с этим. С тех пор приток мигрантов в Германию усилился. Их число в этом году может перевалить за миллион. А вот поддержка курса канцлера заметно ослабла. В целях ограничить приток мигрантов Берлин снова вернулся к Дублинскому соглашению. Причем уже три недели назад. Однако известно об этом стало только 10 ноября. По поручению главы МВД Германии, сирийских беженцев теперь снова могут высылать в ту страну ЕС, границу которой они пересекли первой. Исключение сделают лишь для Греции. Эта страна и так не справляется с притоком беженцев. Похоже, Меркель под давлением критики действительно решила ужесточить свой курс. Мы не должны останавливаться и успокаиваться до тех пор, пока не достигнем честного распределения беженцев в Европе. Другого Европа недостойна. В Австрии положительно оценили решение Германии вернуться к Дублинскому соглашению. Министр внутренних дел этой страны назвала его, цитата, «поворотным моментом от безграничной культуры гостеприимства, культуре рассудка и трезвой оценки ситуации». В ЕС по-прежнему ищут пути выхода из миграционного кризиса. В среду и четверг на Мальте главы стран ЕС и Африки обсуждают, как сократить приток в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По сообщениям в СМИ, Евросоюз готов предложить африканским странам выгодные условия по их возвращению.